всем привет сегодня у нас необычный видос нестандартный для меня формат делаем обзор на стикер бук который мы уже с полгода пытались выпустить он вышел в начале этого года полноценно но я видите дотянул до февраля и только сейчас вам его презентую надо было пораньше немножко чтобы на новый год уже приобрели и подарили друг другу его мы денег заработали и все дела но все проебали в итоге начинаем обзор первая страница а поехали открывает у нас значит стикер бук рост это кстати уникальный случай когда вы можете увидеть как ростислав у нас рисует вот он мне вообще затащил на этот стикер бук и когда он мне предложил эту идею он не скидывал flash вот этой вот работы это маркер гроб какой-то майнкрафтовский вагон ну короче все в его стиле пиздатый лист открывает стикер бук поехали дальше ребят вы кстати не обижайтесь если я не про каждого буду говорить постараюсь про каждого ну я не всех тут знаю с кем-то ознакомился только недавно посмотрел инстаграм и посмотрел каналы ну а сказать то ничего ничего нужно никак не пересекались поэтому не обижайтесь пацаны и девчата тоже еще тут будут кстати кстати да тут на каждом листочке с обратной стороны указана информация то есть вы легко найдете автора все его соцсети можете посмотреть это у нас млр граффити youtube канал очень много сейчас граффити каналов развелось все в балаклавах я запутался конкретно но вот млр граффити точно смотрел точно подписан такие прикольные тут у каждого листа здесь уникальное оформление каждый из авторов все подбирал вручную дальше у нас идет кобер вадим вот этот лист вот этот лист мне показывали как пример то есть я спрашивал как мне разместить свои стикеры не скинули вот это я такой ну блять это пиздец это круто это мне очень нравится я пока никакие наклеечки не отклеил понятное дело чтобы показать вам но обязательно потом вот этого от этого листа по-любому что-нибудь оторву по-любому дальше у нас андрей андрей dnr 1 ну тут и не могу ничего сказать ну прикольно играем вот тут кстати очень классно сделано потому что все эти машины это фотки то есть это не нарисованные тачки они из просто сфотка рисовала на них по-настоящему или нет непонятно но прикольно вот формате стикеров по моему классно выглядит так здесь что у нас кто змей донской основная идея стикербука заключалась в том чтобы затащить сюда всех граффити пацанов которые были доступны для бумэна я совсем забыл сказать это же бумэн это уже листочек непосредственно от самих бумэн я не знаю они рисовали сами или кого-то попросили в общем такие вот штуки в общем это ребята которые сами выпустили этот стикер-бук мой листок параллельно работе над этим стикер-буком я еще выпускал свой пак поэтому здесь патроны можно встретить когда мы они в принципе в одно и то же время были созданы скажем так какие-то наклейки продублировались ну это то что у меня было на тот момент листочек от хала вандала тоже не знаю хала вандала по факту это просто ресурс где опубликовываются работы других авторов кто вот это рисовал непонятно выглядит все классно мне нравится следующий лист у нас автор векман я на самом деле удивлен потому что вообще не похоже на то что он рисует на что он рисует пишет на своем канале какая-то тёлка но в целом принципе прикольно но по-моему такой дядька именитый мог бы чего-нибудь поинтереснее показать на мой взгляд опять же согласитесь но типа как моим словам можно относиться всерьез если я вообще в граффити не шарю это мое субъективное мнение так что кирилл спраев стикеры прикольные но я был дико удивлен когда зашел в инстаграм к этому парню видел что он льет на стены совсем другое прикольно то что он сделал определенную такую линейку этих наклеек конкретно под этот бук но тут он как художник как райтер вообще не раскрывается на мой взгляд думаю взгляд егор антагонист каллиграфия меня каллиграфия уже утомила вот честно сказать поэтому я любую каллиграфию воспринимаю теперь одинаково не знаю не разбираюсь явнее и чё-то на него не упарывает поэтому о а это граф life тоже канальчик на ю тубе тоже периодически посматриваю ну прикольно ну не знаю как простовато а вот это по моему один из самых удачных листов именно в плане оформления выглядит сочно прям хочется оторвать и приклеить куда-нибудь гаджет бэд гаджет до бэд гаджет инспектор гаджета такой стилизованный под граффити тема дальше вот у моей профиль что за профиль шаг рит 2 ну ок люблю первая девочка у нас посмотрев инстаграм ну понятно что она классно рисует но вот это очень странный выбор то что она отправила именно под наклейки всего три эскизы и они дублируются не знаю как слабовато эмерс эмерс амерс болторезы кстати очень часто встречаются в эскизах не знаю ну олицетворять на граффити как-то рэд о вл прикольно не знаю ничего не ничего не стоит это кто вот блять тут нету ссылки есть только qr-код так вот знаешь кто это snake well закрытый аккаунт ладно банки все мрачно круто ладно нравится это очень странно опять же два эскиза просто продублированы блять кто это такой молодец альтер denis автору виднее вот это прям сок не очень нравится как это выглядит это прям хочется дорвать и наклеить ну знатным это алдога уже чувак он знает как это все делается и digital видим освоил нормальный вообще мне нравится правильно рисую граффити больше 20 лет опт андрей азнет идея классная но реализована по моему но не очень не займет если оторвать стикеры приклеить он выглядит норм но пока это все как-то сливается не такое чувство что сейчас я засираю стикербуку никто его не купит неправильно волоня неправильно неправильно надо говорить что все красиво опять болтарез кто это чернов алексей челябин 21 год ну как у него такая подробная информация как будто он анкету заполняет на работу молодец ответственно подошел ну и стикерочки прикольные мне нравится этот листок зачетный а вот это интересно скб клим клим скб я как-то помнится давным-давно в двенадцатом году мне еще не было канала была только одна группа и я ссылочку на него оставил у себя он у себя на меня вот такой небольшой был как бы знак внимание а потом помню написал когда мы снимали видеоролик в москве я там клеил кодаму и зашел на один спот он сказал что это он принципе как-то повлиял на то чтобы там пацанам дали порисовать видите как мир тесен ё-моё какие-то семечки не ты выбираешь соевый соус соевый соус выбирает тебя бля хамуха дай позорим чего он вообще рисует вот в инсте прикольно ну короче все и в инсте и здесь все в принципе в одном стиле не знаю что сказать не вызывает ему в оба блять вызывают эмоции вызывают хорошие эмоции мне нравится мне нравится этот я не знаю вот это уже интересно dotwork david да сей тут в принципе то же самое что он и бьет на теле такой аккуратненький dotwork кэпа ну можно притянуть их граффити класс мне нравится надя о надежда а полинская девочка из санкт-петербург рисую на улице шестнадцатого года в инсте ну там бомба да действительно девчонка вообще классно прикол в том что здесь такие именитые ребята контрастируют с новичками это с одной стороны здорово но ты видишь эту разницу где прям наработанный стиль где усилия а где может кто-то только начинает или кто-то просто не хочет заморачиваться кто ров прикольным и вот с карандашом мне очень понравилась идея ров а ну вот парень не растерялся написал если не сложно подпишитесь на меня в инстаграм в к все ссылки оставил вот так вот надо двигаться блять они просто надеяться на удачу каллиграфия прекрасно прекрасно каллиграфия кирилл кстати парень в кислым чай сидит у меня чатики вот вот мне нравится вот ножик прям топовый прям у него тоже понравился взор узор блин вроде простенько но видно что тут не все так просто что чувак понимает что он рисует и что за какой стиль он выбрал вроде кажется простота простотой но нет вот это прям хорошие столько хороший классический граффити стикер петруча сосновый бор ну какой-то по хип-хопу листочек короче оранжевый яркий портрет вам кстати вот как-то вот он не рисовал на вот здесь вот вы тоже уработки представлены но на мой взгляд сверстно слишком просто могли бы чем поинтереснее придумать но это неважно на самом деле ты наклейку отклеил приклеил все уже неважно какой там лист останется я наверно придираюсь извините меня пожалуйста ребят кого я обосрал но это забить короче тут дело в наклейках а не в листах в конце концов king когда вообще стикербук должен был выйти в начале лета нет в конце лета и в какой-то момент там получилось так что до хера людей пососкакивало и пришлось по новой набирать и вот кинга привелок я сюда я вам говорю вот этот парень он короче даст всем просраться я отвечаю вот это самобытный русский райтер и вроде кажется полная жопа но нет это так задумано и это именно так и работает короче респект кингу о дилетант арт он же момент художник я помню вот долго долго у меня сидит уже в группе выкладывает работки прикольный пацан и классные работки тоже нравится но вот на по поводу этого серого фона я не знаю либо так это так и задумано либо это случайность проехали юлия лавалаш тоже я давно за ней слежу прикольность легко яркий девчачий нравится они недавно месяца своим товарищем присылали посылку по нам у прикольную заслали и тут уже нет наверно со мной и наклеечки у меня помимо того что здесь представлено есть еще кое-какие уникальные нормально котирует никита пистолет это прям совсем старый тип ну типа в том хорошем смысле олдовый я как-то был в екатеринбурге и попросил там чтобы меня провели по локациям где пиздатый стрит-арт и вот попал на его работу вот вообще короче класс когда только начинал рисовать он уже во всю фигачил так что ему респект от меня закрывается стикербук анастасия и ворская эта девочка помогала мне снимать кое-какие видосы мы с ней дружим и сейчас набью татуировки вот этот милый котик какие-то листочки лепесточки и цветочки это вот от нее тоже приятно когда человек прямо прогрессирует на глазах короче это последний листок точнее последний автор под конец еще идет такая вот парочка парочка интересной пленки на которой можно порисовать и она плескивает конечно не знаю неоднозначно получилось по крайней мере мне неоднозначно получилось о нем рассказать в общем такой вот стикер пак у нас получился и его можно приобрести у меня в группе но есть еще маза 1 мы можем его разыграть мы его и так и сделаем один образец вам нужно всего лишь подписаться на бум в подписаться на меня и сделать репост одной записи которые я угожу написание классика короче в описании найдёте все это все что нужно сделать там подписаться на буме на меня и репостнуть запись и получите бесплатно за 2 500 такой продается вы бесплатно получите прикиньте я не знаю про тот сколько он Сколько он будет стоить? Сколько он стоит вообще? Стикер-буки. 2000. Он 2500 стоил, сейчас 2000. Круто. Короче, за 2000 можно урвать. А можно бесплатно, если подфартит. Так что не теряйтесь. Активнейшим образом участвуйте в этой всей движухе, и будет вам счастье, друзья. А всем, кто поучаствовал в стикер-буке и всем остальным... Короче, всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok